В один из дней лагерной смены «Звездочку» посетила большая делегация гостей. По инициативе Комитета Государственной Думы второй раз за последние 8 лет собирается Общероссийское совещание закрытых административных территориальных образований. Впервые собрание было проведено в 2007 году в Мурманской области в городе Александрове. Представителям ЗАТО была предложена программа на несколько дней. За это время они побывали в детском оздоровительном лагере «Звездочка» на празднике двора в городе Заречный и посмотрели кадетскую школу номер 226. Вторая смена лагеря тоже подготовилась к приезду дорогих гостей и удивила их своим праздником. Наш путь нелёгким будет всё уже, нет ничего для нас дороже. Но тем не менее есть одно, мы будущий возвенок. Новое, новое поколение, мы прорубаем своё течение. Бьёмся от скалы на гребне волны, мы будущие страны. Новое, новое поколение, мы выдвигаем свои решения. Бьёмся от скалы на гребне волны, мы будущие страны. Для гостей были подготовлены экологическая, интеллектуальная, творческая, патриотическая, спортивная площадки. Но сначала представители разделили на несколько групп. Когда приезжают наши гости, чтобы не возникла путаница и чтобы они легко ориентировались на нашей территории, мы придумали очень простую и в то же время интересную систему деления по группам. Мы раздаём им вот такие вот значки. Это лось, символ нашего города Заречного. И каждый лось у каждой группы разного цвета. Есть зелёный цвет, который символизирует экологию. Есть фиолетовый цвет, который символизирует творчество. Бордовый цвет, который символизирует патриотическое направление. Голубой цвет, который символизирует направление спорт. И есть ещё цвет жёлтый, который символизирует направление интеллект. Каждый из гостей приходит на эту группу. И ещё для того, чтобы у нас было ещё проще ориентироваться в лагере, мы поставили специальные указатели по всей территории, по которым они смогут легко найти площадки, на которых они должны побывать. В экологической площадке приняли участие несколько образовательных учреждений Заречного. Школа номер 226 представила проект «Любить природу, творить добро». 225-я школа показала Зареченский лес в памятник природы. А Дворец творчества детей и молодёжи удивил гостей презентации «Город, в котором хочется жить». Вместе с гостями серьёзные вопросы обсуждали и дети. На этой территории представители ещё раз разделили на группы. Обсуждались такие темы, как образование детей с ограниченными возможностями, внеурочная деятельность, школа молодых педагогов, образование одарённых детей и другие. Должна сказать о том, что на протяжении всего учебного года Вензаровская смена и остальные дети нашего города активно участвуют в развитии системы образования. И сегодня нам предстоит с вами подвести итоги этого учебного года и запланировать, подумать, каким будет образование в будущем. На патриотической площадке порадовали гостей проекты школа номер 226 со своим палаточным военно-спортивным лагерем «Патриот», дворца творчества детей и молодёжи с историко-краеведческим музеем, а также школа номер 218 с презентацией «Помним, чтим, благодарим». Детско-юношеский центр «Юность» представила различные вооружения, снаряжение и военную технику. Очень комфортно, уютно находится в бару, воздух приятный. И когда у нас сегодня встретили песни про Россию, что с этим связано, почувствовал, что у вас здесь какая-то своя домашняя обстановка. Те стенды, которые мы сегодня увидели, говорят о патриотическом воспитании, как оно у вас здесь налажено в вашем прекрасном городе. Наверное, это самое главное, потому что без патриотизма мы дальше жить не сможем. На творческой мастерской свои умения продемонстрировали Дворец творчества детей и молодёжи, Межшкольный учебный комбинат и школа номер 222 и 218. Также на этом месте можно было увидеть выставку творческих работ по батику и декупажу. А школа 218 представила зрителям карусель творчества. На стадионе были проведены спортивные игры, футбол, настольный теннис и пионербол. Многих зрителей заинтересовали мастер-классы по черлидингу и брейк-дансу. По содержанию очень интересные были социальные проекты, особенно актуальные проекты экологической направленности. Сейчас это важно не только для нашего региона, но и для всей страны в целом. Конечно, поразила спортивная площадка, поскольку здесь очень много представлено интересных современных направлений. Наша съёмочная группа спросила у гостей первые впечатления о городе и о детском лагере «Звёздочка». Очень интересный опыт, который имеет зато заречный в организации вот такой работы с подрастающим поколением, с подростками, уже с юношами, их вот социализируя, обучая, включая через игровые какие-то элементы, в реальную деятельность уже или готовя к этой реальной деятельности. Мне представляется этот опыт интересным, заслуживающим самого пристального внимания и самого серьёзного к нему отношения и распространения. Всё очень красиво, я очень рада, что дети, жители зато заречный, располагают таким замечательным лагерем, могут все свои таланты, все свои умения реализовывать и что их во всём этом поддерживают. Итоги дня были подведены на совещании Комитета Государственной Думы. Обсуждалась тема «Практика решения вопросов местного значения органами самоуправления ЗАТО». Хочу сказать, что и Олег Владимирович, и Вячеслав Владимирович, наверное, те самые лидеры, которые отдают всю свою душу городу. Я очень много сегодня увидел, посмотрел те социальные проекты, которые дети у вас в каждой школе представляли, посмотрел, как спортом здесь занимаются, что-то покрытие тоже хочется сделать. Увидел ещё очень много и про бототехники, и экология, то есть впечатлений довольно-таки очень много. Продолжение следует... Продолжение следует...